Евгений Иванович, у нас есть проект «Безопасные и качественные дороги», и там есть подпрограмма обновления подвижного состава. На связи у меня губернатор Воронежской области, он ставит вопрос о поддержке Воронежа по этой подпрограмме. Воронеж сам по себе крупный город, и, конечно, такие населённые пункты с такими большими агломерациями нужны такие большие агломерации, конечно, нужно поддерживать. У вас Воронеж есть в планах по лизингу? Покупать 20 миллиардов рублей на 5 лет федеральных денег, и мы планируем привлечь ещё 13 миллиардов денег лидерного компания. В целом, мы получат около 6,5 миллиардов рублей ежегодно на дозуку новых автобусов с троллейбусом на последующем трамвае. Мы отобрали заявки от регионов, 53 региона подали в этом году заявки на подставки общественного транспорта. 12 городов мы отобрали по итогам рассмотрения заявок для подставок в этом году, 444 автобуса, и там чуть больше 60 троевых. Это программы, которые будут поддерживать автомобилестроительную отрасль. Мы на следующей неделе будем проводить совещание как раз по автомобилестроению. Александр Викторович, вам что нужно для Воронежа? Какие транспортные средства? Ну, для нас актуальны автобусы большой вместимости. У нас перевозки осуществляются практически половина всех перевозок частными перевозчиками. Они готовы закупать в лизингах, им нужна поддержка лизинговых схем. И у нас есть муниципальные предприятия, которые хотелось бы просубсидировать. Хорошо. Юрия Ильич, сколько можете в этом году дать для Воронежа? Юрия Ильич, я сейчас ухожу на одну секунду табличка под рукой. По Воронежу, по Воронежу, кстати, была представлена великолепная заявка в составе 53, честное третье место в рейтинге. Мы в этом году дадим коллегам 56 автобусов на два магистральных маршрута. Это почти новые, хорошие, некопорные автобусы, так сказать, на газомоторном топливе у коллегам 6 заявок. А на следующий год? На следующий год по заявке было порядка 80 автобусов на 3-10 ранних маршрута дополнительно. Я думаю, что эти цифры мы тоже выдержим. Александр Ильич, согласна? Ну, если можно, мы ещё отработаем. Там есть некоторые предложения у нас, как ускорить эту программу, потому что нам хотелось бы зайти в короткий период. С Минтрансом согласуете окончательно? Спасибо большое. Евгений Ильич, спасибо. С губернатором свяжитесь и исполните. Спасибо большое. Александр Ильич, всё, спасибо вам большое. Желаю вам успехов. Надеюсь, что все планы по созданию дополнительных коек будут реализованы. Мы с вами понимаем, насколько это важно. Люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, она будет обеспечена, и люди могут чувствовать себя спокойно и уверенно в связи с тем, что если они столкнутся, не дай бог, с проблемами со здоровьем, в данном случае с этой инфекцией, им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь. Я очень рассчитываю на то, что вы доведёте все эти планы до конца. И всё это реализовываете, всё сделаете вовремя, в срок и с хорошим качеством. Если будут какие-то вопросы, сразу звоните мне. Хорошо, спасибо большое. Я вас заверяю, что мы всю эту работу выполним. Спасибо. По больнице, значит, свяжитесь с Минобороны и с Минздравом, а по подвижному составу с Минтранс. Всего хорошего. До свидания.